Если говорить о книгах, мне непросто это говорить, но это, безусловно, Маринина книга, как бы я к Рерой не относился. Это, безусловно, дневники Золотухина, они цены именно тем, что они написаны тогда, а не сейчас. Он мог ошибаться, но он ошибался тогда. Я считаю, что то, что он это сделал, это подвиг его и по отношению не только к Высоцкому, а по отношению к Таганскому театру, Золотухина, я имею в виду. То, что он с 17 лет каждый день, что бы ни было, как бы он себя ни чувствовал, он писал, и в том числе и про Высоцкого. И это, конечно, ценнейший материал, и искренний, и настоящий. Я считаю, что, безусловно, есть несколько вещей, которые в своей публикации обязаны самому Высоцкого. Грубо говоря, его письма, где мы видим, но в первую голову, это то, что написал он, и то, что кажется самое банальное, его больше всего, больше всего Высоцкого в его стихах, в его песнях, в его голосе, в его ролях. Кому-то выставлять оценки огромное количество воспоминаний, то, что называется, не добавили, не убавили, а скорее запутали. Вы упомянули о Марине Владе, а как вы сейчас, спустя годы, относитесь к ее роли в жизни отца и к ней самой? Всегда относился уважительно, и даже когда у нас был конфликт, достаточно острый. А из-за чего был конфликт? Конфликт из-за книги, и там действительно, мне тут недавно один из отцовских друзей сказал, что, говорит, ну теперь-то ты понял, что ты был неправ. Я после этой книги, поскольку там были, ну на мой взгляд, не просто там, ну непозволительные вещи в адрес моего деда, отцовского отца, да, в адрес некоторых друзей отцовских, в общем, на мой взгляд, кое-какие вещи, поскольку они явно были с чужих слов в адрес отца, вот, я никогда с этим не соглашусь, но я повторяю, что в этой книге, вот, это как раз тот случай, когда достоинств больше, чем недостатков, и поэтому это хорошо и правильно, эта книга, кроме всего прочего, и в этом смысле, может быть, сейчас я лучше понимаю Марину, эта книга кровью написана, это не глянец. А вы с Мариной общаетесь сейчас? Вы знаете, очень мало, у нас есть общие дела, она несколько раз очень помогла музею Высоцкого, нашим сотрудникам, которые занимаются биографией отцовской, датировками его произведений и так дальше, и она от этого не уклонялась, она всегда готова в этом смысле нам помогать, вот, есть вещи, связанные с творческим наследием отца, она в этом тоже участвует, поскольку, как бы, все сходится на меня, то мы контактируем по этому поводу. Личных хороших отношений не случилось, но, ну, ну что ж, ну вот так. Я, повторяю, отношусь к ней очень уважительно, я считаю, что она сыграла и в жизни отца огромную роль, и что вообще, если кто-нибудь когда-нибудь захочет сделать картину о женщине, да, которая будет вот, ну, я не знаю, вот мы все про Мата Хари, да, вот Марина, Марина на жизни, это, ну, это, 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 это роман. Какую роль сыграли женщины в жизни отца? Ну, мне непросто об этом говорить, может быть, не очень тактично, у него, я считаю, что ему во многом повезло с женщинами не в том смысле, что они его, там, я не знаю, ну, как-то там направляли, он не был управляемым, вот, вот, но он нуждался, нуждался в искренней любви, как, ну, как многие мы, да, нам всем, в общем, не хватает, ну, любви в жизни, и как-то мы учимся обходить ее, заменять ее какими-то суррогатами, вот, ему нужно было, было, нужно было настоящее ни восхищение, ни обожание, вот, любовь, и ему везло, ему везло, на, его любили, и, 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 и это касается, конечно, и Марины, конечно, там, я не знаю, моей мамы, и, там, изы Жуковой первой его жены, с которой они совсем недолго были вместе, но это касается, да, это были и женщины, которые, о которых как бы не очень принято говорить, иногда они сами этого не хотят, и правильно, иногда, как сказать, ну, как, как это мы будем, Шавасовский бабник, что ли, да, ну, как там, вот, ему везло, они, 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 они помогали ему жить, вот, именно этим, ему везло на женщин, которые его любили, у него есть смешная, ну, не знаю, шуточная песня, очень молодым человеком, он написал, у меня было что-то 40 фамилий, у меня было 100 паспортов, меня 70 женщин любили, вот так у него, 70, может быть, больше, может быть, меньше, никто не считал, вот, но в этом смысле, конечно, огромная роль, но я бы не преувеличил в том смысле, что очень многие, как бы, говорят, вот, вот, это, почему, вот, Володя написал на большом каретном такой хит, а потому, что, вот, я ему однажды показал черный пистолет, и вот он написал, где твой черный пистолет на большом каретном, вот, как бы, я такой почти соавтор, да, вот, все не так просто в поэзии, в искусстве, и, безусловно, конечно, женщины, это и любовь женщины, и любовь к женщинам, это стимул для любого мужчины жить, творить, двигаться вперед, но я бы не преувеличивал роль никого из окружения отца, потому что все-таки, все-таки на большом каретном он написал по каким-то своим законам, по своим причинам, хотя кто-то ему, безусловно, показал черный пистолет. — А что вспоминаете, прежде всего, когда вспоминаете об отце, о вашем общении? — У меня было, было, как бы, вот, и при жизни, и сейчас, как бы, два Владимира Высоцких, да, один это был человек, которого я называл папа, у которого я, там, мог попросить, там, денег, жвачки, мог на него обидеться, потому что, там, что-то он для меня не сделал, что обещал, там, мог, там, восхищаться, что он, там, стоит на одной руке на крокодильчике, там, и так дальше. Это был папа, да, вот. А был другой человек, который, вот, который, ну, перед которым я рабел, который фэном которого, фанатом которого, ну, во всяком случае, поклонником его я по сию пору являюсь, поэтому у меня такое раздвоенное чувство. Я вспоминаю и того, и другого, то, что называется. Я бывал, я был на Гамлете не один раз, и я помню, что после первого Гамлета, после второго Гамлета, я к нему сел в машину и сказал ему примерно, что Владимир Семенович сегодня вы играли восхитительно, ну, вот какой-то вот такой. Он на меня посмотрел и говорит, ты дурак, да чего? Вот. И я вспоминаю, и это тоже. Я вспоминаю, у меня было несколько раз, когда он пел просто вот мне, да, и я был один. И я помню, я встать не мог, когда он мне спел «Горизонт», это было на Матвеевской, я не помню, сколько мне было лет, наверное, лет 11-12. Я встать не мог. Наверное, чаще других вещей я вспоминаю, вот когда я его видел последний раз, когда он уходил, бабушка моя, его мама вот придумала такой семейный вечер, чтобы мы посмотрели телевизор. Он был очень плох, это было за буквально там трое суток, как его не стало. Вот. И мы сидели, и ничего не получалось, и так, и вертелись на пупе, и старались, и что-то, но ничего не получалось. И он в какой-то момент встал, и прощался, что-то, не помню. И вот, и пошел, а там у него такой выход из квартиры, у него не было прихожей. И там как бы вот прямо с гостиной в дверь, и там уже лифт. Вот. И вот он в этой двери остановился. Вот я вот не могу этого объяснить, и, наверное, я что-то допридумываю. Наверное, ну, как бы, как я фантазер, и... Но мне кажется... Вот я не знаю, такая тоска, такая усталость, и такая безнадежность. И вот это просто, наверное, потому что я последний раз его видел, и действительно после этого его не стало. Вот. Я вспоминаю разные. У меня были какие-то трогательные вещи. Там он... Я нарисовал картинку, значит, я интересовался войной 12-го года, ну, как все дети, нарисовал солдата, и, значит, придумал всем загадки. Значит, я срисовывал с книжки. И специально сделал несколько ошибок в форме, значит, этого солдата. И написал, значит, найдите шесть отличий. И все искали, вот, значит, там какие-то не такие сапоги, там еще ружье какое-то слишком современное, находили какие-то ошибки. А он подошел, так, говорит, сколько, говорит, ну, говорит, одну я вижу. Я говорю, какую? Он говорит, ушей нету. Я ему не нарисовал. Я, ну, не то, что обидел, пытался ему объяснить, что уши как бы это... Нет, это не очень важно. Вот. Вот. Нет, он был... Все, кто его вспоминает, вот, большинство людей, вот, обратите внимание, да, вот, когда вот будете там смотреть какие-то интервью, или, может быть, там, вам придется с кем-то из его товарищей говорить, все в какой-то момент начинают улыбаться. Хотя ничего смешного не было. Он рассказывал анекдоты, там, ну, несколько анекдотов, я их пытался потом рассказывать. Они не смешные. Вообще. Я лежал просто, вот, просто пластом. Он мог меня довести, вот, ну, как... Ну, просто до истерики. Он дико был смешной. И я там был на концерте в институте одном. Он, вот, с ним поехал, и, там, вот, он поет, там, дорогую передачу. Да? Ну, что сейчас? Ну, дорогая передача, ну, сумасшедший дом, там. Ну, вот, сидит рядом мужчина, там, ну, там, через, там, стул или два. И, а мы впереди почти сидели, значит, он меня посадил в зал, когда он работал. И он смеется, и он говорит, Володя, подожди, не надо, не надо! А-а-а-а! Под этот стул! То есть, это эффект присутствия, конечно, был невероятный. И мгновенные переходы, мгновенные. И, вот, дорогая передача, и тут же, вот, буквально. А сейчас другая песня. Совершенно другое, охота на... все, что угодно. Мгновенное переключение. Мгновенное. Вот. Нет, его приятно вспоминать. И другое дело, довольно, довольно сложно это делать. Я повторяю, потому что, потому что, вот, о нем хочется рассказать, чтобы люди поняли, что это было необычно. А что вы, вот, нынешним молодым, мои, ваши дети, не вырастали, ну, не ваше, молодое поколение не росло, как мы на песнях Высоцкого. Что им бы вы, прежде всего, хотели сказать, для того, чтобы описать, кто это? Ну, может быть, отчасти, чтобы это сделать, я, как бы, вот, вошел в эту работу, которую 1 декабря все увидят, мы ее отдадим, как бы, и молодым ребятам в том числе. Я, герой, герой, это тот, кто не просто старается, там, или готов пожертвовать по принципу, там, возьми себе Божие, значит, что нам не гоже, да. А герой, это тот, кто жертвует самым дорогим, самым важным, что у него есть. И во имя любви, во имя свободы, во имя творчества, во имя других людей, во имя страны своей. Вот что такое герой. И он герой. Это то, в чем я абсолютно убежден, нуждается молодой человек. Он нуждается не в придуманном герое. Посмотрите, Вася Иванов, значит, заработал кучу денег, потом построил церковь, потом воспитал пятерых детей, купил дачу на Рублевке и сказал, о, герой. А люди понимают, не герой. Почувствует, здесь что-то не то, здесь какая-то идеология. А он, он простодушный, на самом деле реальный герой. И не сказочный, а реальный. И этим он интересен. И этим, я уверен, он нужен ребятам молодым, которые ищут героев, я не знаю, среди бандитов. А здесь герой-поэт, да? Человек. Он не советский герой советского времени. Он ездил на Мерседесе, когда на ней не ездил, на нем ездил, по-моему, только один Брежнев. В то же время КГБ за ним следило, ему что-то разрешали, одновременно что-то не разрешали. Как его отношения с властью строились? Вы это чувствовали, видели, что сейчас знаете? Ну, во-первых, в чем я убежден, и им сказано, и многими его близкими, он не был, скажем так, диссидентом, он не собирался уезжать. У него, он был умным, сообразительным человеком, он понимал, где он жил. И вот есть очень показательная одна такая история. Он писал письмо Демичеву, это был министр культуры того времени, Петр Нилович Демичев. Высоцкий пишет письмо Демичеву. И отец ему написал письмо. Значит, оно начинается примерно так, причем послал, это сохранилось в архивах ЦК, и это письмо существует, оно опубликовано было. Он написал, значит, уважаемый Петр Нилович, значит, я там вот... И оно так начинается, вот он очень правильно разговаривает, вот так надо разговаривать с начальниками, вот я понимаю. И, значит, что вот я много лет, я там, значит, стараюсь сделать то-то, то-то. У меня не все получается, я бы хотел бы. И заканчивается примерно, ну, не пошел ты, но почти. Это все вот так вот на одном листе бумаги. И больше того, он подписывает и посылает. И в этом, как сказать, то есть в этом он весь, он, как сказать, он понимал, что надо как бы прежде, чем перейти улицу, посмотреть налево, посмотреть направо. И смотрел. Но потом, поскольку очень было нужно туда, пер просто, и все останавливались. Это природа другая, он слишком искренний человек. Если человек, вот я повторяю, причем это письмо напечатанное на машинке, он его перепечатал, вероятно, отредактировал, понимаете. Вот. И это то, из-за чего, на мой взгляд, он сохранился. То, из-за чего он, дело не в том, что там не скурвился, там не продался, там и так дальше. Вот. То, из-за чего он остался собой даже на Мерседесе.